Я читаю книгу Бытие, главу тридцать первую. И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство свое». И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня, и сказал Господь Иакову, «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». И послал Иаков, и призвал Рахиль Илию в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал им, «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою, но Бог не допустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами, а когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых, и отнял Бог скот у отца вашего и дал мне». Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, «Яков!» Я сказал, «Вот я!» Он сказал, «Возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обед. Теперь встань, выйди из земли этой и возвратись в землю Родины твоей». Рахиль и Илья сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе. И встал Яков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот, собственно, его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Хананскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Яков же похитил сердце у Лавана армянина, потому что не известил его, что удаляется, и ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним семь дней и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану армянину ночью во сне и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого. И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, а Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями? Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих? Безрассудно ты сделал? Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца нашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты непременно, нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Иаков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, ибо думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. А у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И вышедший из шатра Лии вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, «Да не прогневается, господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенная женская». И он искал, но не нашел идолов. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, «Какая вина моя? Какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты смотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими, пусть они рассудят между нами обоими. Вот двадцать лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, а вновь стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскывал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой. А ты десять раз переменялся награду мою. Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера. И отвечал Лаван и сказал Иакову, дочери, мои дочери, дети, мои дети, скот, мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою. И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим, наберите камней. Они взяли камни и сделали холм и ели там на холме. И назвал его Лаван Иегар Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. И сказал Лаван, сегодня этот холм между мною и тобою свидетель, посему и наречено ему имя Галаад. Также Митспа, от того, что Лаван сказал, да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. И сказал Лаван Иакову, вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами, Бог Отца их. Иаков поклялся страхом отца своего Исаака, и заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб, и они ели хлеб и ночевали на горе, и встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их, и пошел, и возвратился в Лаван свое место. Глава 32. А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал, «Это ополчение Божье», и нарек имя месту тому Маханаим. И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исаву в землю Сеир в область Едом. И приказал им, сказав, «Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков. Я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня валы и ослы и мелкий скот, и рабы и рабыни, и я послал известить об этом господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». И возвратились вестники к Иакову и сказали, «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек». Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, крупный и верблюдов на два стана. И сказал, «Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись». И сказал Иаков, «Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Иакова, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благоводеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». И ночевал там Иаков в ту ночь и взял из того, что у него было в подарок Исаву, брату своему, двести коз, двадцать козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюдец, дойных с жеребятами их, сорок коров, десять валов, двадцать ослиц, десять ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо и сказал рабам своим, пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал первому, сказав, когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь и чье это стадо пред тобою, то скажи, раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву, вот и сам он за нами. Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой Иаков за нами, ибо он сказал сам в себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня. И пошли дары его перед ним, а он в ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и взяв двух жен своих и двух рабынь своих, и одиннадцать сыновей своих, перешел через Иавок в Брод, и взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было, и остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что, боровшийся, коснулся жилы на составе бедра Иакова. Иакова. Играет. Играет. Играет.